На улице Пастера на ней находится такой особняк, который тоже разрушается, который в аварийном состоянии, вот. Хотя это считается памятником архитектуры, местная бактериологическая станция, 1895 год. Работал Гомолея Николай Фёдорович. Закрыто. Зайти нельзя. Ну, в общем, разрушается здание. Давайте его обойдём и посмотрим. Такой заборчик. Взошли в такой дворик. Центр студенческого творческого вида, а, медицинского университета. Ой, там такая маленькая дверка. Сейчас попробуем туда зайти и посмотреть, что там. Многие такие особняки, они отдавались даже под кафедры университетов. Дорожка расчищена. Цветочки на окнах стоят. Вот такой дворик. Он тоже закрыт. Да, здание обитаемое. И кто-то даже здесь, возможно, проработал всю жизнь свою. В таком вот здании проработал на пастера. В таком историческом. Это начало улицы Пастера. Пастера 2. Маленький снежок идёт. У нас сейчас. В феврале уже ждём мы весну. Интересно побывать внутри. И, конечно, а как это было раньше? Когда жили те, для кого построили этот дом. Или кто себе его построил. Видите, разрушаются. Ливнёвки. Даже элементарно сделать ливнёвки. И уже здание будет в лучшем состоянии. Винтилляционные какие-то сделаны. Потому что, конечно, дождь, он очень сильно разрушает здание. Такой корпус немаленький. Красивое, законченное такое массивное здание. Такой одесский особняк. Везде решётки, конечно, на окнах. Там есть, возможно, и двор. Здесь, конечно, удивительные здания. Вот дальше здание. Там сейчас пожарная часть находится. Но тогда они сохранят, потому что... Но здание напротив уже разрушено. архитектора Бернардации. Вот здесь, как я уже заметила, вот именно плохо сделаны ливнёвки, поэтому здание рушится. Зимой своя прелесть снимать, потому что вверху сквозь листву этого не увидишь. пылесüre. Нейте